Международное сообщество А, да, Международный день, он проводится для людей, кто плохо видит Человек 300 может На весь город наверх Именно слепых людей встречал очень мало Я думаю, есть Но если считать пешеходные переходы, то нет Ну, столько светофоров педит будет Нет История белой трости начинается с 1921 года Именно тогда потерявший зрение англичан Джеймс Биггс Покрасил свой трост в белый цвет, чтобы отличаться от остальных прохожих Он посоветовал делать так же остальным слепым Лишь спустя 10 лет английские слепые стали получать белые трости Затем белый трост появился во Франции И стал символом слепого человека, наглядно свидетельствующим о его особом положении Как стало известно, не все тумазинцы знают о существовании этого дня Что же скажут сотрудники Всероссийского общества слепых? Те люди, которые не коснулась эта беда То, что не являются инвалидными подозрениями Они могут и не знать эту болезнь И то, что есть такой у нас праздник День белой трости Мы поднимали вопрос У руководства нашего города Вот нам сейчас поставили светофоры звуковые На переплесках Поставили возле больниц рекламные щиты В очках человек с ростю проходит Чтобы водители притомаживали на этих переплесках Делаются всевозможные пантусы Заходят в магазин А сейчас вот пытались сделать у нас на автовокзале Тактильную плитку топильную Ну, они ее как-то вроде выложили Но до ума вроде не довели Волочерская команда «Дети детям» города Умазы Провела тематическую акцию Направленную на популяризацию данной проблемой следи молодежи На мероприятии ребята узнали об истории появления этой даты Научились помогать слепым в повседневной жизни Познакомились с темой Брайля С помощью которой люди, лишенные зрения, могут читать И пообщались с гостем из всероссийского общества слепых Равилем Харулиным Он рассказал школьникам о своей нелегкой жизни И как он к ней приспосабливался Субтитры создавал DimaTorzok